День с толком 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 Ведь на данный момент Алтайский край входит в российскую пятерку по числу людей, которые выбирают размещение в санаториях. Белокуриха восьмой год подряд признается лучшим курортом России. Помочь развитию туристической отрасли и не только санаторно-курортной, ее составляющей должна новая государственная программа. В ближайшие пять лет на развитие туризма в крае планируют направить около двух миллиардов рублей. Определено уже и на что пойдут расходы. Начнется строительство автомобильных дорог и внутренних инженерных сетей на площадке Белокуриха Горная. Продолжится создание внутриплощадочных сетей спортивно-туристского пастера Кягун в Заринском районе. Также считаем целесообразным приступить в этом году к разработке мастер-планов таких туристических территорий, как Горное полывание и Степное Алтай. Многие гости региона все еще недовольны сервисом и качеством туруслуг на Алтай. Их будут совершенствовать, заявил Дешевых, в том числе за счет субсидий на классификацию гостиниц и повышение квалификации специалистов. В условиях распространения в мире коронавируса индустрия туризма в крае готова стать гибче и внедрять новые форматы работы, заявил руководитель управления. К слову, сейчас туроператоры терпят огромные убытки по линии международных туров и просят отсрочить налоговые выплаты. А летний сезон на Алтае пройдет спокойно, только если эпидемическая ситуация не ухудшится, отмечают руководители турагент. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Больше 200 работ прислали жители Алтайского края на конкурс видеороликов «Мы победили, жизнь продолжается». Но это еще не предел, отмечают организаторы. Заявки на электронную почту приходят ежедневно. Участники патриотического проекта фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева – люди разного возраста. Но самыми активными все же стали школьники, которые вместе с родителями снимали видео о ветеранах своей семьи. Что у них получилось, оценивают попечители фонда Прокопьева. На официальном сайте фонда сейчас больше 200 видеороликов. Третья часть работ – Избийска и Барнаула. Рубцовск тоже в числе лидеров. Не отстают и жители сел. Больше всего видео сняли в Первомайском, Залесовском и Солонешинском районах. Есть даже заявки из других регионов, к примеру, Белгородской и Московской областей, также Республики Тыва. Если сложить все ролики, то получится почти 13 часов готового материала. Авторы рассказывали о боевых подвигах своих ветеранов, о том, как жили, чем занимались в мирное время и о сложившихся традициях в своих семьях. А какие ты жарил жаренки, не гренки, как у всех, а жаренки. А еще ты пел песни о войне. Эх, дороги, бьется в тесной печурке огонь. Правда, ты пел вьется. Да и я так пою. И мои дети сейчас так поют. Определят победителей попечители фонда Александра Прокопьева. Сейчас они оценивают видеоролики и проставляют баллы. Людмила Параева, директор Бийского педколледжа, отсмотрела уже больше половины работ. Есть ролики, которые смотришь, и они западают в душу. Либо это разговор бабушки и внучки. Настолько проникновенный. И это цепляет, конечно. Присутствует креативность очень много. Вот настолько это радует, что есть такие ролики, которые даже не стыдно показать и на российскую аудиторию. Вообще очень хорошо. Видеоролики оценивают по шести критериям. Насколько они получились информативными, использовались ли архивные материалы. Максимальная работа может получить 30 баллов. Конкурс, проводимый фондом Александра Прокопьева, при поддержке губернатора края Виктора Томенко, еще не завершен. Заявки принимают до конца марта, а итоги подведут в апреле. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok